добрый вечер уважаемые друзья сегодня 13 июня 2016 года понедельник рига турнир второй категории 3 центральный корт в одиночном разряде у девушек встречается виктория конопатская на подачи беларусь она посеяна на турнире под первым номером в европе занимает девятнадцатую строчку рейтинга так девушка дальше от нас в темной футболке и юбки белого цвета ей противостоит спортсменка из латвии спортсменка из латвии девушку зовут амелия девушку зовут амелия фамилию сейчас не могу вам сказать забыл двести двадцать первый номер в европе матюнина извините матюнина амелия матюнина амелия оказывает достойное сопротивление достойное сопротивление оказывает она конопатской но вот еще какое-то время назад как-то она попадала в площадку какой-то был такой розыгрыш и сейчас что-то началось никто начала бить наотмашь ошибаться в один удар против конопатской так играть нельзя нельзя и давать такую возможность девушка переходит на горки вообще интересная история характерно непонятно в общем для чего характерно вроде как девушки играют по 14 лет ком качать горками это конечно такими даже полусвечками это какая-то спорная история конопатская надежно играет резанный удар ямеле не надо переходить на горки и в нее в принципе достаточно технического арсенала для того чтобы играть с конопатской низко на тросом вот как конопатская только смягчила сразу же матюнина обострила первым мячом конопатская не проходит мы обращаем ваше внимание можем друзья что центральный корт данной теннисной базы не надо мотив у нас сама виновата в том что играет горками ну когда ты будешь против конопатской играть горками но так и будешь получать не будем заниматься политкорректностью будем называть вещи своими именами еще раз уважаемые друзья данный материал для вас озвучивает борис стариков все права на комментарии к матчу принадлежат ему и запрещены к распространению без его письменного согласия качественная подача конопатской короткий прием матюнина и конопатская четко разобралась вот сейчас мы понимаем что организаторы не зря поставили это где-то порядка 6 7 запуск идет вечер уже непонятно что там было попало или не плохое освещение опять вновь был типа out непонятно что происходит нужно обратить внимание что база в общем то очень приличная но есть свои особенности к этим особенностям в частности относятся освещение в общем то вот эти вот деревья они конечно создают дополнительные трудности для игроков вы сами видите что часть корта данная часть данная она освещена потом она значит пролетели птички чайки сделали свое дело на корт прямо на корт но ничего но матюнина зря зря матюнина мяч попал с запасом мяч попал запасом это очевидно матюнина зря она матюнина не надо себя так вести несмотря ни на что мяч был в порте это как бы очевидно ну как бы вот дети идут на все это не тот след мяч был в корте мяч был в корте пять сантиметров понятное решение решили переигрывать очко видимо так матюнина как бы наказывается на себя на ну сама виновата видимо не хватает спортсменки пока что опыта в общем-то достаточно высокое место по ним получает в рейтинге больше у конопадской двести двадцать первый номер это в общем-то прилично но в то же время четко четко конопадская разобралась четко конопадская разобралась но допустила ошибку потому что матюнина бьет бьет и нужно еще попадать немножко чуть больше холодной головы и все будет хорошо ну а первый сет кто-то из девушек выиграл дальше во втором один один по моему счет непонятно что то я не могу вам четко сказать что со счетом видимо когда будет переход я вам более более подробно скажу как там обстоят дела не смею предположить что первый сет взяла все таки конопадская вика бросает горку делает отложенный выход но не дошла до сетки матюнина бросает опять свечку резанный удар качественно играет конопадская качественно играет конопадская собрана я смотрел игру девушки на харде в минске очень приличные впечатления производят игра конопадской очень качественный теннис показывает заслуженно является лидером первые семьи на турнире но вот матюнина при этом оказывает достойное сопротивление не проходит не проходит первая подача у вики матюнина сбивает темп ходит дышит надеется на то что конопадская потеряет концентрацию при выполнении второй подачи сетка у вики в общем интересная довольно история ну вот друзья и дает таки вика двойную матюнина добивается своего результата вика дает двойную у м т м м м м м Правильно вроде делает, но не дошла. Дыков четко разобралась. Матюниной нужно больше думать об игре. Не задавать непонятных вопросов, почему. А, вот был при подаче, да, это справедливо. Второй мяч. Четкая вторая у Вики. Косой, короткий, не такой острый, как хотелось бы. Косой, вновь мяч выходит, не знаю. Я бы на месте Конопадской проверил. Вроде как бы, ну не знаю. Посмотрим с вами потом, друзья. Матюнина что-то затирает след, чтобы больше не было вопросов. Отметим, что судей на корте нет. Наконец-то Матюнина показала свой рывок. Природный рывок, природный, дошла. Вике не так часто нужно бросать свечки. Вернее, бросать эти укороченные удары. Да. Вторая подача у Вики безупречна. Что-то непонятно. Матюнина хорошо двигается, пробивает. Приличный, качественный. Что делает Вика? Это спорно. Это спорно. То, что здесь аут, это спорная история. Но Вика не стала спорить. Пол мяча где-то было на линии. Потом мы с вами, друзья, можем это будем посмотреть. Но не знаю. Игроку виднее. Потому что линии затоптаны очень сильно. Понять, что и как, невозможно. Берет Матюнина подачу, делает брейк и подает. Но у Матюниной просто заступ. Второй ногой она четко встает на линию подачи. Задней ногой переднюю ставит. И вот смотрим с вами раз. Нет, сейчас на втором мяче гораздо проще. Выбрасывает горку. Вика вышла вперед. И Матюнина попадает в линию четко. Видно, что Конопадской не хватает немножко скорости. Она как-то... Конопадской как-то немножко... Непонятно, с чем это связано. Не хватает скорости. Она не может разорвать Матюнину. Не может разорвать Матюнину пока что. В общем, интересная история. И двойную ошибку дает Матюнина. Ну вот на первой подаче, выполняя первую подачу в первый квадрат, она встала с задней ногой на заднюю линию. В принципе, у нее получилась такая приличная острая подача. А тут она то ли меня услышала, то ли аккуратненько стала, понимая, что у нее идет заступ. И она подавала просто. Ну вот мяч до сетки не долетает. Вот непонятно, с чем связано. Видимо, все-таки волнение. Не летит мяч, не летит. Не может она пробить что-то с техникой. Что-то грубые ошибки. То есть она уже лепит. Видимо, силенок не хватает. Непонятно в чем дело. Пытается собраться. Вот сейчас посмотрим. Вот это, пожалуй, ключевая подача. Как она обработает этот мяч. Ничего прилично. Собралась Матюнина. Молодец. Показала, в общем-то, бойцовские качества, выполняя эту вторую подачу. А Конопадская как-то допустила ошибку. Вика поднимает ракетку. Непонятно, с чем связано. Взбивает темпу Матюниной. Настраивается. И уже Вика добивается своей маленькой хитростью. Матюнина грубо ошибается в длину. И дает двойную. Да, интересный женский теннис демонстрируется. Потеря концентрации. И тут же какие-то двойные ошибки. Вот такая вот интересная история. Так, что там у нас? Ну, по счету, такое ощущение, что ровно. Ровно или по 30 на подачу Матюниной. Вроде как бы так. Что-то такое. Матюнина. Матюнина. Николай Батюнин. Николай Батюнин. Пожалуйста, contact referee. Матюнин. Я что-то не могу понять, что происходит с Конопадской. Очень много ошибок при выполнении ударов с отскога. То ли она не прибилась, то ли еще что-то. То ли переоценивает себя. Не получается у нее. Очередная ошибка. Очередная ошибка. Очередная ошибка Конопадской по длине. Много брака у Вики. Она не может прибиться. Что-то у нее не так. Играет такими накачистными ударами. Мяч четко уходил в данной ситуации. Ну, судья идет разбираться со спорной ситуацией. Судья. Нужно отдать должное, что судьи, конечно, они приходят. Но лучше бы они сидели и смотрели. Ближе на корте находились. Как-то контролировали ситуацию. Тем более, что играют девушки такого высокого уровня. Первая сеянная. Плюс против нее, значит, девушка тоже подготовленная. Нужно как-то играть. Ну, в данном случае я по полету. Это вообще не тот след, показывает судья. Мяч был гораздо дальше. Но надо как-то линии разметать. Я не знаю, что это надо делать. Потому что очень интересная интрига, споры, ошибки. Ну и, в общем-то, назовем вещами-именами. Некачественная работа судейского состава. Некачественная работа судейского состава. Некачественная работа судейского состава. Некачественная работа судейского состава. Некачественной работа. Некачественная работа. так уважаемые друзья сейчас вам по счету скажу что происходит дело в том что века вела значит она взяла первый сет с каким счетом я не знаю во втором она вела со счетом 41 и вот насчет 41 она дала подачу дала подачу соперницы потом соперница взяла свою сейчас при счете 4 3 во втором века подает везет сильнейшим везет сильнейшим да сейчас очки очень важны вики и нужно брать этот день во что бы то ни стало ну я бы ей посоветовал не так длинно стараться играть играть спокойно просто пониже над тросом какой хороший косой короткий задумала латвийская спортсменка не прошел мяч 30-0 увики хорошая подача конопатской 40-0 очень важные мячи она выигрывает века собрана знает что делает подсела немножко выполняете мощной подачи откручивает вторую пробивает ходит молодец грунт сырой грунт снимает скорость тяжело играть но тяжело играть обеим девушкам обеим девушкам тяжело играть гейм конопатской она ведет со счетом 5 3 решила во втором сете дико ведет со счетом 5 3 сейчас латвийская спортсменка будет подавать на то чтобы остаться в матче как и это удастся посмотрим сейчас уже коленки трясутся но подача достаточно острое солнце в глаза светит солнце глаза светят латвийской спортсменки прилично она принимает века играет по восходящему укороченный удар бежать да не четко обработала и счет пошел на мячи вовремя века выполнила укороченный удар 0.15 на подачи латвийской спортсменки нет подачи расстроена что тут расстраиваться до этого счета не надо было доводить когда такая история косой короткие убить и повезло века почему-то играла обратным кроссом не стала пробивать прямую по 15 решающий момент второго сета решающий момент века 5 поднимают ракетку сбивает немножко соперница с подачи века решает почему-то что мяч не попал но это ее решение и добивается двойной ошибки два мяча остается виктории для того чтобы причем данной ситуации конечно но чисто визуально казалось что первая подача всяком случае цепляла линия но мне отсюда не так хорошо видно как игроку который стоит в трех-четырех метров века мощно горкой пробила и ошиблась по длине по 30 по 30 или 40 15 что-то я потерялся а по 30 до дала двойной по 30 так конопадская готова молодец я бы проверил на месте конопадской я бы проверил но там так затоптаны линии что вообще непонятно что там происходит надо как-то ну как-то разметать что ли я не знаю уж точно что между сетами линии не пролетали больше у латвийской спортсменки как пробивает ошибается латвийская спортсменка ошибается латвийская спортсменка на вылет века четко в линию кладет конопадская очередной матчбол четко в линию пошла проверять соперницы ну как бы что тут проверять матчбол сетка не идет первый мяч и вот на втором мяче на втором мяче конопадская пробивает хороший удар отыгрывает матчбол по мастерски по чемпионски Качественный удар Качественный пенис Показывает латвийская спортсменка Техника такая плосковатая Приятная Рвет удар Хочет сыграть косо Еще косее Это неверное решение в данной ситуации Как на мой взгляд Но Как говорится Как говорится Хорошо рассуждать Стоя на трибуне Выйди ты сам поиграй Очередной матчболл на втором мячении идет первое У латвийской спортсменки Четко вкручивают вторую Опять ошибается Вика По длине Да, похоже, что было ауты Близко к линии играют девушки Очень интересный момент Очень близко к линии играют девушки Так, уважаемые друзья В очередной раз ровно Сколько уже длится этот гейм Ровно идет борьба за матчбол Конопадская Как-то Не при...